Куда укрыться харьковчанам в случае бомбёжки, что есть в бомбоубежищах и как долго там можно находиться. Прошёл месяц спустя соответствующих распоряжений городского головы по подготовке укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. За это время, в частности, в Ленинском районе, было подготовлено 50 подвалов для укрытия мирного населения по месту их проживания. Также провелась работа по подготовке бомбоубежищ на промышленных предприятиях. В таких бомбоубежищах могут укрыться не только сотрудники завода, а и работники соседних предприятий или просто прохожие. Здание и сооружение состоит из ряда комнат. Первое, мы заходили через шлюзы, так называемые, которые герметически закрываются. Дальше, мы здесь находимся в вентиляционной установке. Помещения предназначены для наибольшей рабочей смены, то есть где-то порядка 180 человек, хотя по проекту 350 человек. Площадь помещений, всех помещений 280 квадратных метров, объем 640. Помещение оборудовано фильтровентиляционной установкой, которая работает в трех режимах. Первый – простая подача воздуха, второй через фильтр и третий – регенерация на случай зараженного воздуха. В случае отсутствия электроэнергии, даже если поломается электростанция, В других комнатах склад продуктов питания и ящики с противогазами. «Портивогаз – это универсальное защитное средство. Оно как от пыли, так и от всяческого рода химического оружия». В случае опасности из бомбоубежища можно выбраться несколькими способами, например, через аварийный лаз. «Выходящий в сторону железнодорожного колледжа. Вот он открывается. И на четвереньках надо идти. На четвереньках дам поворот. Выходит в сторону железнодорожного колледжа. Там есть специальное такое железобетонное сооружение с решеткой. И она не закрывается, она постоянно открытая. То есть можно... Ну что, пошел. Вернется. А может выйти снаружи». Еще одно бомбоубежище, которое успели привести в надлежащий вид, находится на территории завода «Электромашина». В помещениях немного сыро и темно. Как поясняют местные работники, лужи на полу из-за грунтовых вод. А света нет, потому что перегорают китайские лампочки. «Укрытие от артиллерийских снарядов, авиационных бомб и так далее, то есть это на несколько часов. То сюда могут завезти людей, они пробыть два-три часа могут свободно, даже если здесь немножко повышенная сырость». «Убежище есть формирование, которое называется санитарный пост, которые члены этого поста имеют санитарные сумки для оказания помощи пострадавшим лицам». «Бинты, жгуты, жгуты, раствор йода пятипроцентный, вата». Во всех бомбоубежищах предусмотрены галлоны с водой, санузлы, а в некоторых даже есть небольшие запасы еды. «На все участки жилком сервиса подготовлены и розданные материалы, которые будут информировать, будут развешаны на всех подъездах. В городе Харькове жильцы смогут ознакомиться со схемой эвакуации, узнать о ближайших местах». Единственный нюанс с бомбоубежищами на промышленных предприятиях состоит в том, что все эти заводы давно являются частной собственностью. А значит, содержание этих сооружений находится под контролем собственников предприятий. «Собственники не всегда готовы и имеют возможность выделять денежные средства. Но сегодня, учитывая ту ситуацию, в которой находится наше государство, мы активно, в том числе и с правоохранительными органами, обращаем внимание собственников этих предприятий по восстановлению тех сооружений, которыми они располагают». Стоит напомнить, что все же основным укрытием для мирного населения является метрополитен. Он наиболее для этого приспособлен. Также бомбоубежища есть во многих домах, построенных до 70-х годов. Ольга Корениченко, Денис Вишневский, 057UA.